Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена. Сегодня буду рассказывать в этом видео о том, какой предполагается год для рождённых год лошади. А мы всё-таки обсуждаем ситуацию, которую предоставит лошади дракон. Что нас ждёт, узнаем чуть ниже сначала. Как всегда, обратите внимание на ссылки под видео. Там находится у нас гадание МО, которое должно сейчас работать. VPN, скорее всего, потребуется украинская регистрация. Там же находится Сонник, тоже украинская регистрация. Надеюсь, вам он всё-таки будет доступен и вы будете смотреть на то, что необходимо. Потом, там же находятся ссылки на мои печатные издания. Сайт MagicKate, тоже моё первое детище, на котором гадание МО и прочее располагается. Реквизиты под видео. Они все на мою фамилию, но не переживайте, пожалуйста, Альфа-банк по-прежнему работает. Я благодаря вашим деньгам живу. PayPal, стараюсь людям отвечать, чтобы они видели, что деньги получаю я. Все остальные доверенные мои лица, которые собирают средства для меня. Благодаря вам я живу, питаюсь, лечусь, вернула себе речь. И это всё ваши усилия, дорогие мои друзья. Мне пока военное время ничего, кроме вашей помощи, не брещет. Я встречу, стараюсь вам всячески быть полезной. На канале более 2000 видео. Подписывайтесь. Видео выходит практически каждый день. Я не хочу, чтобы вы остались без дополнительной информации. Тем более, что идут гороскопы на следующий год. Поэтому милости прошу. Если вас подписка не обременит, буду признательна вам. Заходите, не теряйте меня, потому что очень обидно, что я продолжаю работать, а кто-то уверен, что я куда-то исчезла. Всё, со мной, слава богу, пока нормально. Пока. Оговорка по Фрейду. Ну, а теперь непосредственно к году лошади, который предполагается у нас. Люди, рождённые в этот год, переживают, что их ждёт год дракона. Ну, надеюсь, что вы по году кролика пролетели со всеми победными реляциями и фанфарами, и что вы уже поднакопили немножечко средств. И надеюсь, что вам их хватит по той простой причине, что год дракона для вас блестящим не назовёшь. К сожалению, он будет исключительно вязким. Хотела сказать медовым, но назовём это пластилиновым, поскольку мёд всё-таки предполагает большие дивиденды, сладкие, куши и прочее. К сожалению, здесь просто завязание в тех ситуациях, в которые вы попадёте. Скорее всего, вам придётся решать массу рутинных дел. Обыкновенных, нудных, противных. Вы бы хотели, конечно, без них, но куда деваться. И боюсь, что в этот год часть из них всё-таки не будет завершена по разным обстоятельствам. Потому что год то пусто, то густо, то качели, то раскачка, и всё идёт динамично, то вдруг какое-то торможение не весть, почему взявшись. А когда у нас предполагается год, который очень сильно напоминает качели, мы должны понимать, что у нас в любой момент от хорошего может качнуть к не очень, а от сытого к состоянию экономии. Поэтому на круг надо быть максимально бдительным и внимательным ко всему, что с вами в этот год происходит. Позволять себе расточительство, баловать себя плюшками, не нажив дополнительных плюшек, которые компенсируют ваши предшествующие затраты, в этот год я бы вам не посоветовала. Это будет бурный, рабочий, энергичный год, но не в каждой энергии для нас величайшая польза, вы, надеюсь, понимаете. Дракон к лошадям равнодушен. А стало быть, полагаться вам нужно только на собственные ресурсы и собственное понимание жизни и, конечно, экономии. Кролик еще с нами будет до февраля месяца. Но когда придет год дракона, вы проснетесь с чувством какой-то нерешительности, непонятно, а что меня ждет. Эта нерешительность, скорее всего, отголоски тех непредсказуемых событий, которые для вас в этом плане приготовлены. Конечно, не хочется лишаться работы, не хочется лишаться насиженного места, отправляться в какие-то неведомые дали или испытывать дополнительные трудности. Но если вы ропщите на государство, в котором живете, помните, что мы проживаем несобственные жизни и даже в рамках государства. Все это навязанные модели и нити тянутся совсем в другие места. Мы здесь бедствуем по разным обстоятельствам, но, скорее всего, что детонаторы и механизмы к нам не имеют никакого отношения. Мы просто заложники ситуации. Кризисы всякого рода, от финансовых до всяких новелл, которые постигает государство, санкционные истории и прочее, отягчающим грузом ложатся на наши плечи. А тут еще дракон может быть к нам, мягко говоря, равнодушен и не желает нам помогать. Но мы люди крепкие. Каждый из нас родился под своим тотемным животным, и оно всячески будет нам способствовать, чтобы мы прорвались при любой самой отягченной ситуации. Кому-то это удастся лучше, тем, кто находится в триаде с драконом дружественной. Кто-то будет барахтаться изо всех последних сил, но я вам точно могу сказать, дорогие мои друзья, вы уже такие годы переживали. Если у вас не зелена молода, а есть уже опыт житейский, вспоминайте, пожалуйста, как для вас прошел предшествующий год дракона. Это был 12-й. Посмотрите, вспомните, какие были события. Вас ждет что-то примерно около того. Нравилось вам это или нет, мы себе заказывать тотемных животных не можем. Кто нам идет на порог, тому и рады. Итак, вы поняли, у вас могут даже быть незаконченные дела, которые вы даже будете разрешать в последующем году. Но ничего страшного. Напоминаю, не такой переживали. Почему я вам об этом говорю? Потому что если вы будете каждую тревогу, каждую неприятность, которая с вами будет случаться, воспринимать очень близко к сердцу, вы прежде всего ни одну проблему не разрешите и ничего в своей жизни изменить не сможете. Вы просто угробите собственное здоровье. И к тем треволнениям, которые ожидаются, добавится еще комплекс хронических заболеваний, которые обострятся, и вновь приобретенные всякие там панические атаки и прочая истерия, которые вас будут обуревать. Оно вам надо? Поэтому любая проблема, которая возникает, а кто без них собирается прожить, должна быть записана, расписана, растянута по мелочам. Это произошло, в связи с чем произошло, а что сделать, чтобы этого больше не было, а как будем выходить здесь. И вот так пока расписываете, проблема рассыпется на маленькие крупинки. Крупинки по очереди, если начать реализовывать, вы увидите, что проблема потихонечку купирована. Строгий план действий. Это всенепременнейшим образом у вас должен быть. Долгоиграющие планы, которые вы себе вынашиваете, они должны быть созданы до года дракона. Вы не привыкли писать. Вы вообще как бы привыкли так с огоньком, вголупе и не очень задумываясь о собственных последствиях. Но это не для года дракона. Помните, в вашей прозорливости, в вашей стратегичности и в умении заведомо предполагать, какие могут быть волнения, а как это делается. Да так, как я рекомендовала другим в их видео. Вы желаете в этом году, к примеру, купить машину. Деньги есть на машину? Пишите ту сумму, которая вот есть. Пока накопил 3 рубля. Рассчитываю купить Мерседес. Очевидно совершенно, что полная фиаско, этого не берем. Все идеи, которые совершенно не витают в воздухе и даже не предполагаются к реализации, вообще в вашем ежедневнике появляться не должны. Суетиться, фантазировать, строить планов громадье. В год дракона это удается очень объемно. На городе ли черти чего? Даже признаков не было того, что эта идея может к вам придвинуться или что-то сдвинуться с мертвой точки. А вы на это полагаетесь и силы тратите. Фантазии долой. Надеюсь, с этим все ясно. Хочу купить машину. Возвращаемся. Так, иная сумма у меня есть. Если я постараюсь с каждой своей зарплатой откладывать столько-то, столько-то, расписали и так далее. Когда я куплю? Вижу, в этом году мне ее не купить. Рассчитывайте только на реальные деньги, не на премии мифические и не на какие-то там мероприятия. Пойду сыграю в казино, выиграю в джекпот. Про это вообще забудьте. В год дракона речи нет никакой. Пушить будет сильно. Дракон любитель все и сразу. И каждому из нас эта идея будет залазить в голову. И всячески мы будем об этом мечтать. Быстрые деньги, аферы, пирамиды, мошеннические какие-то мероприятия. Все это счастье невероятно укрыто в красивой бумажке. Но вы же уже на слуху знаете. Там люди прогорели, сям люди прогорели. Там не получается. Новостные каналы, они ведь работают с утра до ночи. И если уж на то пошло, нужную информацию выудить даже легко. Вы только туда собирались, а кто-то уже погорел. Делайте выводы, собирайте дополнительную информацию. Год дракона очень любит людей, которые логику свою не забыли, которые все просчитали, подумали, потом сделали шаг, имеют стратегический план и не фантазируют куда зря. Это все те качества, которыми сам дракон зачастую не обладает. Но не обладая этими качествами, он мученически хочет и очень завидует тем, у кого не есть. И если научиться избегать дополнительных осложнений и не лететь голопом по жизни, а перейти, например, на уверенный шаг, поверьте мне, дальше вы скачете, чем могли бы даже себе представить. Если выпучил глаза за птицей счастья, вперед из песни с энтузиазмом, которого вам не нужно занимать, можете случайно свалиться с обрыва, просто не видя такового. Вы так неслись, что даже не знали, что там для вас приготовлена ловушка судьбы. Это не пустые побосюнки. Каждый год несет свою начинку. Приходя к нам периодически, имея право нами руководить, стереотип его отношения к нам повторяется. И напоминаю, если вам не тяжело вспомнить, что с вами был предшествующий год дракона, будьте уверены, очень многое отыграется еще раз. Вот и все. Вот почему очень важно вспомнить события. И примерно даже можете набросать сюжет. Вы очень сильно удивитесь, что вы будете переживать ситуацию по типу дежавю. Кажется, я здесь уже был. Конечно, вы уже были, потому что дракон не первый раз приходит на порог. Итак, про голубы забудьте. Вам нужно другие совершенно теперь обрести качества. Спокойствие, необыкновенное терпение, умение переживать сложности, не растеряв чувство меры и долга, и чести. Вот и если это все у вас образуется, год дракона вам сильно напакостить не успеет. Ваша стратегия не лететь в гала света, а делать уверенные шаги, хорошо смотря вперед, хотя бы на один шаг. Тогда вас, в принципе, ничего плохого не ждет. Супер плохого, и паниковать на этот счет не нужно. Ну а если ворвутся перемены, не столько дракон даже вам их преподнесет, сколько, собственно говоря, эпоха водолея, который продолжает чудачить и пытается у нас забрать все то милое и дорогое, что у нас было, когда мы жили десятки лет и могли на десятки лет вперед планировать свою жизнь, и ничто не вмешивалось в наши планы. Это не для эпохи водолея, так что про старое забудьте, старайтесь маневрировать в тех условиях, которые вам предоставляются. А то мы вечно, знаете, как хаем свое, ропщим, все у нас не так, и бисер мелок, и суп жидковат, и все вообще нам не повезло с государством. Понаблюдайте за судьбой тех государств, которые считаете благополучными. У них у самих по самое не могу, проблемы, и они только будут нарастать, как снежный ком. Так что вместо того, чтобы завидовать окружающим, подумайте, как свою жизнь сделать лучше. Я всегда говорила, всех кричат, вот в Европе красиво, в Европе сухо. А что ты сделал, чтобы у тебя, в твоем доме была Европа? А то мы ходим гадить в подъезды, а потом мечтаем о Европе. А вот если мы вместо этого разобьем цветники, поставим сады, будем ухаживать за своим городом, будем мирными, приятными во всех отношениях к людьми, перестанем собачиться, Европа сама к нам придет, в прямом смысле этого слова. И даже нам весьма и весьма позавидуют. Поэтому, надеюсь, вы меня услышали. Итак, нервы в сторону, истерики всякого рода тоже не котируются. Берегите свое здоровье, которое надо в этом году беречь, как ничто другое. Надеюсь, вы меня услышали. Год достаточно сложный, но не безнадежный. И это тоже вы услышали. Никаких новаторств, которые, собственно говоря, вы сами себе придумали, я бы вам в этом году не советовала. Если это не обстоятельства жизни, по которым вы должны куда-то поехать, поменять место жительства, сменить место работы и на новом месте обживаться, самостоятельно этих вещей себе не прописывайте. Это год спокойной, рутинной работы на старых дрожжах, которые вы принесли из года кролика. Надеюсь, вы услышали. Свой бизнес открывать я бы тоже вам не порекомендовала именно вашему году, потому что тут, как говорится, вся задача сохранить то, что есть, и по возможности хотя бы чуть-чуть добавить. Надеюсь, вы меня услышали. Конечно, такие грустные сюжеты рисовать печально. Все же хотят чего. Ну вот, давайте сейчас пришпоримся, карман пошире растопырим. Нам там обещают золотые горшки, летящие к нам, и все, наслаждаемся процессом. Я не позволяю себе расслаблять тех, кому нужно сосредоточиться, и наоборот, понимать, что у него впереди непростой год. Чтобы вы потом не сказали, а что ж ты меня не предупредила? Хотя моих предупреждений никто сейчас слушает, не хочет. Все хотят ободрений, что год будет у ее какой шикарный. Он будет такой, каким он должен для вас быть. Годом, когда у вас будет становиться характер, когда среди осложнений, которые вы получите, вы закалитесь, как дамасская сталь, не будете мягкотелым, вялым, невнимательным, невнятным, приобретете силу духа, а это всегда закаляется только в борьбе. Среди линий, нежелания ничего делать, ничего никогда не зарождается, кроме паутины и больших толстых пауков. Но об этом мы говорить не будем. Итак, сюжет примерно вы уже осознали. Конечно, вы скажете, а у вас там предполагался карьерный рост, а вы там что-то надеялись и прочее. Продолжайте надеяться. Все ведь в ваших руках, дорогие мои друзья. Вы же уже поняли, вам никто метать плюшки не собирается. Все ваши бонусы, все ваши премии вас ждут, и ваши подработки никуда от вас не делись. Нужно только ваше рвение, бережное отношение к этому всему. И засученные рукава, которыми вы будете, собственно говоря, с оголенными руками, которыми вы будете жажду загребать, и все у вас будет замечательно и прекрасно. Треволнение этого года не успеет нам, дракон, заглянуть на порог февраля, а уже весной у вас будет полный разгар событий, в которые вы окунетесь по самое немогу. А выдохните вы буквально к осени, не раньше, когда хотя бы будет понятно, что вы уже успели наработать. Так что помните, пожалуйста, если финансовая история может оказаться не совсем праздничной, особенно на первых порах, пока происходит становление года дракона для вас, а да, впрочем, он ничего вам особого не обещал, финансы должны тратиться с умом. Понятие такое «пойду, все спущу, завтра будут деньги» это вообще понятие не для года дракона. Получили деньги, расписали, куда? Текущие расходы, подушка безопасности, туда-сюда, так вот у меня осталось 3 рубля, гуляю. Но не более того, если вы позволите себе на 50 копеек больше, эти 50 копеек вытащат за собой целую цепочку неприятностей, и выяснится, что вы еще будете должны бегать по кредитным историям, занимать бесконечные деньги, и снова здравствуйте. Поэтому, что ж, хотела бы, конечно, вас ободрить, но говорю так, как есть, чтобы вы не удивлялись. А почему так? А потому что дракон к вам равнодушен, потому что он считает, что если вы сами с усами, а вы же себя любите, цените, любите себя подхваливать, ну докажите тогда, что вы чего-то в этой жизни стоите. Вот для этого и придуман этот год. Год будет насыщенный новыми встречами, новыми коммуникациями. Вполне возможно, появятся новые у вас деловые партнеры. Можно опираться на тех, кто рядом с вами, на проверенных коллег и партнеров, с которыми придется работать, и уже вам приходилось работать. Потому что, не взирая на то, что дракон-эгоист, в основном деньги идут из вне. От людей, которые вас окружают, которые, собственно говоря, являются костяком или звеном вашего рабочего коллектива. Так что надеюсь, что в этом смысле вы будете безупречны, не будете устраивать дрязки сцен, хотя в год дракона очень легко быть запалчивым, не очень контролировать собственный язык, брякать, что попало. В общем-то, вести себя не совсем адекватно, не задумываясь о последствиях своих выступлений. Надеюсь, вы счастливы этого избежите. Особенно это важно в личном. Я ведь вам могу сказать, дорогие мои друзья, что если человек одинок, и ему представилась возможность с кем-то познакомиться, а такие возможности всегда в год дракона есть. Год янский, а это значит, что, конечно же, к вам попрет, так сказать, любовь на порог. Но все ли из нового вам понравится, я вам не рекомендую бросаться на шею каждому проходимцу, который завернул на ваш одинокий огонек. Почему я об этом говорю? Потому что количество обеспечено, а качество придется высекать самостоятельно. И прежде чем вы решите для себя, а подходящий ли это для вас человек, нужно хорошо его проверить. И только потом с ним строить взаимоотношения. Впрочем, чтобы вам было приятней и понятней, я для вас приготовила 12 пар по типу шаблонов, как строится взаимоотношение с теми, с кем вы познакомитесь. Это для одиноких. Впрочем, те, кто уже живет в парах, вы проанализируете тоже свои отношения и посмотрите, соответствуете ли вы предположению астрологическому, или вы умудрились построить какую-то свою особую парочку. И, конечно же, здесь нужны комментарии. Я даю теорию, вы будете отвечать за практику. А читать комментарии будут те, кто идет за нами и кому остро и важно нужно знать, какой возможный вариант будет в развитии этих отношений. Из пары, которые заведомо обречены на неуспех, но мы об этом не знали, из пары среднего порядка есть пары практически идеальные. Вот почему это видео всегда должно быть на рабочем столе, а все эти видео стекаются в папку гороскопа на 2024 год. И если вы еще себя не нашли, загляните в эту папку, возможно, про ваш год уже видео выходило. Так что, таким образом, вы без информации не останетесь. Ну, а теперь непосредственно к парам и нашим моделям и шаблонам. Первая пара, о которой мы поговорим, это лошадь-лошадь. Насколько эти люди готовы создать благоприятный союз, и как он примерно выглядит у тех, кто уже давно в этом союзе. Если вы поборник яркой и сочной атмосферы, если любите жить на полном, так сказать, развороте своей судьбы, если любите громко о себе заявлять, не ищите тишины, покоя и не утомлены людьми, то, тогда этот союз именно для вас. Он и обещает эту яркость, помпезность, шумливость, веселость, заметность, которую неизбежно создают две лошади, которые собрались в одном едином порве. Вы оба свободолюбивы, вы оба эгоистичны, вы достаточно шумны, рядом с вами покоя точно, покой нам только снится. у вас, вы знаете, как пара, запряженная в колесницу, вы несетесь весело и задорно, за собой тащите из дока и не очень-то слушаетесь поводив и кнута, которыми вас пытаются остановить. Куда развернет эту пару, сказать достаточно сложно. Они прораживают так называемую слепую любовь. недостатков друг друга не видят, ценят друг друге то, что они вообще встретились, влюбляются моментально, моментально готовы уже заключить брачные узы и ринуться вперед совсем с жаром своей души. Пока есть чувства, пока есть страсть, пока есть прекрасные любовные взаимоотношения, этому союзу ничего не угрожает. Если чувство удалось пронести длиною в жизнь, всю жизнь вы будете друг с другом исключительно счастливы. Но если чувства начинают потихонечку угасать, то ситуация определенно меняется. Вы вдруг начинаете замечать в партнере недостатки, которых раньше не видели, а сейчас они вас откровенно начинают раздражать. Слишком много эгоизма, слишком много носятся с собой, подумаешь у него свобода, у меня тоже свобода, пошло-поехало, начинается некоторое неудовольствие друг другом. Конечно, неудовольствие и выраженное вслух, это уже скандал, но вновь страсть начинает обуревать, постель вновь сближает, и опять все замечательно и чудесно до следующего рецидива, который будет портить взаимоотношения. И чем чаще возникает рецидивы и тем меньше остается чувств и больше того, что называется «А вообще куда мои глаза смотрели?» Человек начинает откровенно раздражать. Кто там начнет бузить? Вопрос 45-й, но если скандалы начинают разъедать вашу пару, я точно могу сказать, что любви в ней поубавилось сильно, потому что пока есть чувства, эти двое недостатков друг друга не видят, и при мысли, что надо расстаться или мы не понимаем друг друга, мы чужды друг другу люди, вот просто хохотать вам лицо, да мы идеальны, да мы единое целое, да нас никто не может разлучить, а никто и делать этого не будет. Вы сами разрушите свой союз, к сожалению, если чувства поубавятся. Конфликты начинают потихонечку раздражать, а черты характера, которые раньше казались достоинством, вдруг начинают превращаться в недостатки, это тоже начинает раздражать. Чем больше здоров и выяснение отношений, тем больше просыпаются те качества лошадей, за которые их не очень-то любят другие партнеры, в чем идет разница, на что это похоже. Человек начинает сильно отстаивать свои свободы, настаивать на том, что он здесь пережат и так далее, а своему партнеру начнет отпускать оскорбительные замечания всякого рода, пытаясь его все больше и больше ужалить. К сожалению, это вторая стадия этого союза, которая указывает на его откровенное гниение. А ведь как было здорово раньше, были компромиссы, было желание друг с другом договориться, на этой фазе договор уже вообще не витает в воздухе, каждый упирается на свои точки зрения и уступать другому не собирается хоть текол на голове тиши. Они еще мужчине пытаются изменить своего партнера, но тот совершенно не желает меняться, потому что считает, что имеет право на свою индивидуальность, или ешь начиналась, практически с пятерки плюсом, если бы не последствия те, о которых мы сейчас говорили. И достаточно крепкий союз откровенно сползать к тройке с минусом, который эти двое могут закончить. Эти двое не могут по-другому. Их чувствовать где-то напоминает безумие. Пока они есть, их невозможно оттянуть друг от друга. Когда их нет, и они разочарованы, их невозможно удержать друг у друга. Поэтому куда вынесет этот союз зависит только от качества чувств, которые эти люди имеют, и удастся ли им сохранить на длинную дистанцию. Так что вот такой у нас был маленький поход. А вы мотайте на уст, дорогие мои друзья. Вам же с этим жить. Лошадь и крыса. С одной стороны, казалось бы, что между ними может быть общего. Но есть вещи, которые их необыкновенно сближают. И влюбленность между ними возможна. И желание жить вместе тоже вполне возможно. Хотя в некотором смысле, видя, что они совершенно разные друг на друга не похожие. Даже окружающие крякают от ожидания того, что этот союз долго не протянет по разным обстоятельствам. Но он какой-то несколько абсурдный, скажем так. Хотя влюбленные об этом даже не задумываются. Лошадь, как правило, влюбляется безоговорочно с потерей разума, логики и прочих вещей. А вот крыса, она более рассудительна. Она, конечно, тоже влюблена, но даже в момент, когда чувство захватывает ее в полном объеме, она никогда не растворяется в партнере и никогда не теряет ту нить разума, которую следует все-таки соблюдать. ведь рациональные шаги должны присутствовать. Лошадь же часто пользуется только эмоциями и страстью, которую она испытывает к нашей крысе. Ровно настолько, насколько ей хватит этой страсти и любви, она будет безоговорочно влюблена в нашу крысу. Вот и сталкивается здесь разум и такой рациональный подход со стороны крысы и безумная любовь, которая бросает лошадь в объятия страсти и эмоции, которые она по-другому не умеет любить. У нее все или ничего, она когда любит, она не очень себя контролирует и не очень понимает, что с ней происходит. Крыса же наоборот четко понимает, что ей нужно делать и если ей лошадь полезно всячески будет ее подогревать, понимая, что она единственная сохранившая голову на плечах, может этим делом воспользоваться. К сожалению, соцсоюз, когда у лошади проходит эйфория влюбленности, рано или поздно ни к чему хорошему не приводит. Как правило, по статистике могли бы жить, но чаще всего приходит потом со временем отчуждение. В основном, конечно, здесь будоражит историю крыса, которая считает лошадь слишком пылкой, слишком сумбурной, слишком непоследовательной. И лошадь действительно со временем растеряя всю эту пылкость, вдруг начинает понимать, что рядом партнер совершенно чуждый, непонятный и неизвестно каким образом этот союз вообще на чем он там и держится. Поэтому пока есть чувство эйфории молодой, молодого задора и любви, эта пара вполне жизнеспособна. Далее все усугубляется, появляется трение, выяснение отношений и мягко говоря над рейс-минусом этот союз выходит, а это настолько болезненно и отвратительно для обоих, что эту лямку тянуть себе дороже. Решительные расстаются, остальные продолжают жить по привычке, но счастливыми в этом союзе не являются. Следующая пара лошадь и бык. Лошадь казалось бы могут идти в одной упряжке и все у них замечательно, однако это один из несчастливых союзов. А связано это с тем, что в упряжке они-то могут идти, но вот скорость, с которой они будут идти, будет совершенно разная. Лошадь привыкла к голубу, ее неудержимый энтузиазм, который ее владеет, ее некоторая легкомысленность, с которой она движется по жизни, рекомендует действовать гораздо быстрее, чем уныло бредущий бык, которому торопиться никуда не нужно, потому что он никуда не опаздывает. Торопится здесь, конечно, лошадь, чем жутко раздражает быка, и даже если на первых парах, они серьезно друг в друга влюбились, и казалось бы, их паре ничего не угрожает, рано или поздно дрязги по поводу тебя слишком много, куда ты все время прешься, тебе все надо, тебе нужны свободы, а я домосед, тебе то скучно, то грустно, то некому руку подать, а мне хочется после работы сесть и отдохнуть, а не шататься и не искать приключениям себе на задницу, и не развлекаться бесконечно, потому что видишь ли в четырех стенах, как рассуждает бык, тебе дорогая лошадь все время тошна до невозможности. Игористичная, страстная, темпераментная лошадь все время брюжит и недовольна валом, требует, чтобы он быстрее шевелился, быстрее двигался, жил ярче, сочнее, перестал дорожить только четырьмя стенками хлева, волк же терпит, скрипит, и вот до тех пор, пока у быка хватает терпения или у вала нашего выдерживать лошадь, настолько долго продлится этот союз. Если же его терпец закончится, и он в конце концов скажет лошади, что хватит, либо сидит дома, занимаясь обычной рутинной жизнью, спокойной, непринужденной, либо не морочим голову. Здесь раздаться хлоп дверей, и лошадь торжественно покинет этот союз. Так что считается, что и городить огород не стоит никак. Если у вас есть иной опыт в связи с вашим союзом, обязательно напишите. Мы излечем из него всю пользу и уроки, поскольку кому-то это обязательно потребуется. Следующая пара лошадь и тигр. с одной стороны вроде несовместимая, но с другой стороны их сближает между собой энтузиазм, поэтому в некотором смысле эти двое могут перевернуть землю, дали им бы только для этого рычаг, и поверьте мне, они с этой задачей справятся практически совершенно безупречно, но очень ярые, до каких-то идей, которые их обуревают, но пожалуй на этой ноте их схожесть и заканчивается, поскольку как ни крути, энное количество времени тигр, если он любит своего представителя года лошади, является как бы равнодушен к его эгоизму, который явно выглядит махровым, но рано или поздно и тигру станет ясно, что лошадь своеобразно видит себя в союзе, как будто бы мир должен крутиться только вокруг нее, выполнять ее желания, пожелания, как будто бы только от ее этих желаний все вокруг и должно вертеться, а где в этих отношениях тогда тигр, а где его желания, пожелания, как выясняется, для тигра в этих отношениях места-то особо и нет, тигр, конечно, понимает, что лошадь, особенно если мужчина-тигра-женщина-лошадь привлекательна во всех отношениях, длительное время к ней либерален, дает ей некоторые свободы, но если лошадь меры не знает и все время тиграм недовольны и начинает брюзжать, даже у него терпец может закончиться. Так что, если у вас есть в отношениях чувства, берегите, пожалуйста, дорогие лошади и не мутите, пожалуйста, воды, потому что, если ваши постоянные неудовольствия жизнью тигру надоедят, он повнимательнее к вам присмотрится и выяснит, а что это он на вас вообще жизнь свою тратит и вами тут занимается. Коль сколько бы он не старался для вас и не усердствовал, вам все равно все не так. То страсти не хватает, то овес недоперчен, то еще что-нибудь. вечно ваши желания должны реализовываться почему-то в первую очередь. Конечно, тигр от вас сразу не откажется, но он попытается вас разумить, объяснить вам, что мир не может крутиться только вокруг вас. Но если он у вас окончательно разочаруется, на этом последнее пристань, на котором держится ваш союз, может накрыться медным тазом. Что ж, если вы такие разные, и если вы так недовольны тигром, тигр с удовольствием найдет себе партнера, который ему гораздо ближе и понятней, чем вездесущая, ничего не желающего слышать о своих недостатках лошадь. И что парадоксально, лошадь, которая мутит воду, при этом глубоко уверена в том, что она работает над партнером, потому что она очень его любит и о нем заботится. И когда тигры начинают упрекать ее в эгоизме, совершенно с этим не согласны, и прямо доказывают, что это тигр, слепец, который не разглядел ее любви, и что она старалась для семьи, для дома, для хозяйства. В общем, расстанутся они исключительными врагами, с чувством, что прожили напрасно энные годы, которые им были предоставлены. Поэтому союз на три с минусом. Если удалось сделать хотя бы на четверку, пишите, на чем вы обосновали свои отношения и как вам удалось их сделать лучше. А я перехожу к следующей паре, это лошадь и кролик. Этот союз может быть вполне жизнеспособным и по той простой причине, что кролик рядом с лошадью необыкновенным образом склонен влюбляться и его характер становится мягче и как-то как бы приятнее во всех отношениях. Так что в данном случае лошади тут явно образуются некоторые привилегии. Но почему же кролик так влюбляется в лошадь? А дело в том, что она ему созвучна по многим параметрам. Кролики сентиментальные и романтичные носители той какой-то можно сказать доли рыцарства, которая в них сохраняется. А лошадь со всем своим энтузиазмом и страстью, которую она проявляет в любви, будет стимулировать эти рыцарские качества нашего кролика. Но это понятное дело, если он мужского исполнения. Если же кролик женщина, то здесь ситуация может быть не столь прекрасная, поскольку ей не нужно доказывать, что она рыцарь. Но тем не менее, они находят общий язык и даже женщина-кролик в присутствии мужчины-лошади тоже становится нежной, мягкой и заботливой, поскольку он очень начинает дорожить постельными отношениями, где царит взаимопонимание и страсть. Более того, это вечная пресловутая сомнительность кролика, который даже к лошади присматривается очень долго, и он уже давно разгорячен и может быть давно в нее влюблен, но сказать и сделать первый шаг ему исключительно сложно. И тот лошадь со своей простотой, даже если она является женщиной-лошадью, тем не менее, видя, как мается бедный кролик и семафорит из последних сил, что он не против, а даже очень за, может вполне сделать первый шаг и наконец-то разрешить этот узел, который будет разрублен в данном случае для того, чтобы кролик наконец-то обрел то, что ему нравится, а лошади сделать первый шаг совсем и не тяжело, даже если это в любви, даже если она женщина. А что тут церемонится? мы с тобой оба влюблены в друг друга, так какие могут быть проволочки, да? Вот, приходи ко мне на сеновал, она не одна придет, а с кузнецом. Ну, это как из нашего известного фильма «Формула любви». Но, тем не менее, я вам могу сказать, примата лошади здесь зачастую выручает нашего кролика, который любит да сказать боится. Ну, все, торжествуем мы, слава богу, лошади кролик слились в едином порыве, все, ура, ура, пять с плюсом этому союзу, на этом можно заканчивать. А ну, нет. Разность характеров, которые, в принципе, в нашем случае прямота, энтузиазм нашей лошади, которая сделала первый шаг по сближению, в некотором смысле, и начинает потом в союзе пугать нашего кролика. Слишком спонтанно, слишком много, слишком много шума, гамма, энтузиазма, не успевая поворачиваться, а мне надо поразмышлять, а я вот лишний раз боюсь это сделать, а лошадь начинает подсмеиваться, насколько можно сотрясаться, да неужели нельзя, не видно, непонятно, что это можно разрешить, и пошло, и поехало. Недопонимание, недопонимание, кролик начинает чувствовать себя вяленым, он завялился от слишком большого жара, который исходит от лошади. Не успевает эта бедная лошадь приноровиться к лошади, слишком она горячна, слишком она бывает резка на язык, и может брякнуть парочку незлых тихих слов, слишком часто у нее перепады настроения. И вот уже кролик вместо свежего принца похож на вяленый финик, который уже клонится от усталости и не желает совершенно участвовать в жизни лошади, потому что ну все, он иссяк, он уже не является предметом первой необходимости, он уже не хочет эту лошадь видеть, слышать и так далее. Если лошадь не сделает вовремя выводов и продолжит свое истерическое движение по жизни кролика, скорее всего, он предпочтет остаться в одиночестве без своей партнерши. Да, конечно, постель по-прежнему их сближает, но во всех остальных вопросах разность темперамента и нежелание друг к другу прислушаться со стороны лошади ставит фиаско на этом союзе. Поэтому три ему ставлю по пятибалльной системе, даже уже можно сказать вырисуется минус, но все это проделки лошади, которая не может сбросить темпы, перегружает кролика. Следующий союз лошадь-дракон это союзники, это люди, которые поддерживают друг друга во всех начинаниях, от очень перспективных до очевидных глупостей, которые попахивают аферой, но тем не менее они каким-то образом умудряются друг другу давать то, чего у них нету у самих. У дракона появляется некоторая сдержанность и он начинает прислушиваться к советам кролика, а советы его дельные. Кролик становится более энтузиастом и становится чуть посмелей благодаря энергетике дракона, которую он очевидно начинает перенимать. А если у них общие цели, общее дело, общее движение, общие дети, ну в общем много чего общего, то практически на их горизонте скандалов никаких не возникает. Они вместе бросаются на сложности, которые у них, и даже в некотором смысле этот союз их подзадоривает. Они действительно как будто бы спортсмены. И поглядывая друг на друга, каждый пытается сделать что-либо еще лучше, чем от него ожидали. Поэтому здесь не столько злостная конкуренция, сколько все равно дух соревновательности у них присутствует. Быстро и надолго эти двое могут встретиться, если особенно мужчина-дракон, женщина-лошадь. Но в обратном случае, если лошадь у нас получается мужчина, а женщина-дракон, здесь ситуация усугубляется. В чем вопрос? Дело в том, что женщина-дракон любит повелевать, любит слушать комплименты, любит категорически, чтобы перед ней преклонялись и владеть парнем первенства, а лошадь в силу своего эгоизма умеет хвалить только саму себя. А вот перед другими растачать комплименты ей достаточно сложно, она об этом просто забывает. Поэтому здесь неудовольствие определенное возникает и этот союз, который в первом случае прекрасен, в случае женщина-дракон, мужчина-лошадь может быть достаточно шероховатым, пока лошадь не научится все-таки ценить, боготворить и почаще об этом говорить своей возлюбленной. Если же взаимопонимание не будет найдено никоим образом, женщина-дракон начнет силовыми методами заставлять лошадь ей полностью повиноваться и прочее. Лошадь в свое время на эти ее происки может сбрыкнуть и этот цель может дойти до развода только потому, что один начинает ломать и требует к себе всенепременнейшего уважения, почитания и словец в этом плане или иначе развод, а второй с таким же энтузиазмом говорит развод так развод и они могут развестись. Так что к сожалению ну как сказать 3 с плюсом 4 с минусом на всякий случай особенно для вот этой конфигурации которую мы только что описали. Следующая пара которая у нас на горизонте это лошадь и змея. Один из лучших союзов где каждый умудряется создать другому партнеру иллюзию для лошади свободы а для змеи комфорта удовольствия и страсти в которые она нуждается. Так что влюбиться им не проблема начать взаимоотношения под эгидой этой влюбленности тоже не проблема это достаточно частое сочетание. Испортить его может только одно когда змея захочет лошади напомнить о том что ее свободы которыми она пользуется и вот ей так сказать парского плеча позволяют как бы самостоятельную жизнь якобы на самом деле это просто иллюзия. Змея лишний раз лошади может сказать что ты у меня вот так вот в руке находишься хочу даю тебе свободу хочу отберу но это для безумных людей которые в союзе от скуки ради начинают создавать друг другу проблемы лишний раз поигрывая мышцами рассказывать кто в доме хозяин пусть лошадь думает что она в доме хозяин ей нужна эта свобода ей нужна это в общем-то власть вам же власть тоже нужна но вы же привыкли действовать из-под тишка и ваши так сказать манипуляции подковерные известны всем вы же не борец для открытой борьбы пусть тот кто к этому предусмотрен то бишь лошадь выступает на публичных современованиях а вы будете той шейной которую вертится голова которая называется лошадью но к сожалению иногда змея заигрывается и хочет чтобы и публично лошадь признала что она здесь змея хозяйка владычица всех морей чтобы к ней перед ней преклонили корелине и сказали да ты здесь главная лошадь этого может не пожелать и вообще раньше это может в голову не приходило но когда змея стала слишком удушающей себя вести лошадь начала задуматься стоп а что происходит так а где мои свободы того не делай сюда не ходи туда не смотри этим не занимайся это я тебе запрещаю что это вообще такое начинает размышлять лошадь и чем больше она об этом думает тем быстрее рассасываются ее чувства и она вдруг начинает понимать мама дорогая с кем же она живет а живет она оказывается с питоном мощным и сильным который при желании может сжав ее в объятиях просто сломать ей хребет и хотя лошадь этого и не замечала она уже давно отрабатывает цирковые номера а лошадь напоминаю этого даже раньше не замечала а умелая змея благодаря своим чарам и кнуту который у нее в руках заставляет ее делать только то что она сама змея от лошади хочет но это печальный сюжет скажем так если змея сильно заиграется во власть то могу сказать что лошадь может и хлопнуть дверью но как правило до этого не доходит змея слишком мудра для того чтобы лишить себя любимого партнера только потому что ей власти не хватает так что этот союз с невидимыми нитами которыми змея работает над лошадью может продлеваться сколь угодно лет и лошадь себя даже будет чувствовать исключительно счастлива потому что у нее есть то что называется ее миром у нее есть возможности ездить на охоту на рыбалку заниматься теми вещами которые ей милы и змея это позволяет за это лошадь окружает ее тоже вниманием и заботой великой любовью и жилья недолго и счастлива и как в сказках умерли в один день так что союз на 4 с плюсом если змея его не испортит следующий союз лошадь и коза союз своеобразный лошадь эгоистично настроена на борьбу ей нужен бег с препятствием ей нужно голубь больше всего на свете она ненавидит размеренность рутину и скуку но в союзе с козой при всей ее артистичности и непредсказуемости скука брежет на горизонте сходятся люди во многом похожие по характеру поскольку у них обоих ярко присутствует нестабильность в характере перепады настроения некоторая капризность которые страдают и коза и лошадь в данном случае сливаясь в едином порыве начинают потихонечку перегружать обоих и все же невзирая ни на что эти двое влюбляются и мягко говоря кто из них будет самым несчастливым боюсь что именно лошадь по той простой причине что коза с ее артистичностью и неординарностью заставляет лошадь влюбляться в нее по самое ненамогу а когда лошадь влюбляется коза достает свою волшебную дудку и как известный крысолов который под флейту свою боролся с крысами которые потеряли собственную волю так и лошадь в присутствии козы подобно крысе под дудку крысолова коза от этого в восторге ей как раз и нужен был такой партнер смелый отважный энергичный борец и все такое вместе взятыми именно ведь он принесет ей комфорт радость и счастье особенно если это мужчина лошадь а женщина у него из года козы но ведь коза не может не видеть что рядом с ней слишком энергичный партнер который уж слишком не поддается узде да он конечно под дудочку пляшет но пока есть чувства а если чувства исчезнут переживает коза а вдруг он ее оставит а вдруг он покинет а вдруг она его сильно перегрузит своей капризностью своими перепадами настроения ведь он тоже такой же точно у него тоже и капризы и перепады настроений и они часто из-за этого спорят и выясняют отношения и даже слегка конфликтуют коза не хочет этих конфликтов но из-за своего страха и опасения потерять комфорт который ей обеспечивает мужчина лошадь она конечно может довести себя до полного изнеможения ожиданием что рано или поздно она останется одна и лишится лошади в этой конфигурации конечно лучше если мужчина рожден лошадью а его супруга в год козы никто никого не бросит все друг друга будут любить конечно и это непостоянство которое организует коза несколько утомительное для лошади потому что у нее нет ощущения стабильности но точно так же не имея стабильности со стороны своего партнера и вечно сомневается коза вот они сейчас счастливы но на сколько хватит их счастья а вдруг завтра наступят какие-то времена которые их разведут которые сделают отношения плохими и каждый думает об одном и том же и страшится возможного поворота судьбы когда они сегодня партнеры а завтра им будет не по пути если же мужчина из года козы а женщина его подруга из года лошади к сожалению сценарий вот тот не очень благоприятный а развивается максимально быстро и подобная конфигурация союз мягко говоря редко становится надолго жизнеспособен либо утомителен для обоих и если уже они живут то живут только по привычке или из боязни остаться в одиночку кроме этого если мужчина из года козы а коза не любят очень много работать то женщина лошадь будет страдать от того что у них нехватка денег будет все время обвинять своего мужа что он собственно говоря лодырь что мог бы подработать еще и взять работу на дом он видишь ли устал ему достаточно того что он принес так что финансовая часть в этом союзе при такой конфигурации тоже будет отрехщающим моментом но какую оценку поставить этому поставьте самостоятельно не забудьте написать комментарий счастливы ли вы в этом конфигурации если счастливы то что вам в этом плане помогло а у меня следующая пара лошадь обезьяна лошадь обезьяна удивительным образом эта конфигурация делает людей совершенно не похожим друг на друга обезьяна начинает друг жить страстями которых раньше не видывала и не слыхала в себе а лошадь станет просто образцом разума и закинет подальше свои эмоции что случается с ней достаточно редко впрочем сама природа возражает против этого союза поскольку в принципе они очень могут быстро влюбиться друг в друга но так же быстро как влюбляются так же быстро исчезает симпатия которая между ними возникает лошадь совсем жаром своей души пытается поддержать обезьяну оказать ей какой-то совет помощь подставить плечо вместо того чтобы опереться на плечо лошади обезьяна начинает подсмеиваться над нею называть ее простушкой еще там придумывать какие-то вещи в общем бузит как не в себя как только обезьяна не нарекает лошадь и близорукой и наивной и невнятной или слишком ее легко обвести вокруг пальца то ли она обезьяна хитра мудра изворотлива умеет манипулировать прозорлива до невозможности а это простушка прется не видя дороги и поэтому все так из рук он плохо никакого удовольствия от жизни рядом с лошадью так начинает завывать обезьян со своей стороны лошадь терпеть не может когда ее обижают когда ее называют всякими гнусными словами не любит характеры которые собственно говоря непосредственно меняются по сто раз на дню она сама такая тут еще партнер какой-то непонятный весь из себя весь на своем уме то что у нее тоже по отношению к обезьяне начинает портиться чувственная часть а самое отвратительное она вдруг понимает что нет никакой любви у никакой обезьяны это просто холодный расчет который очень удобен на плечах лошади въезжать в какой-нибудь рай решать за ее счет свои бытовые проблемы и это все никакой там истинной страсти нет и быть не может на этой ноте у лошади интерес к обезьяне гаснет практически до ноля к сожалению эти двое в этом союзе слишком требовательны друг к другу поэтому договориться не могут и в конце концов расходятся слава богу такой союз встречается не так чтобы чаще потому что еще на этапе знакомства как бы не нагрела влюбленность их в первый день когда они встретились еще на букетно-конфетном периоде скорее всего они друг другу разочаруются и пара не возникнет что можно сказать и слава богу а следующая пара у меня лошадь и петух ну мягко говоря тоже не блестящая пара по той простой причине что в одном союзе пытаются соединиться двое каждый думает где о себе петух любит внешние проявления своего лоска заботится о своей внешности слишком озабочен как он позиционирует себя на людях в обществе ну в общем фанфаронится и пытается блестеть даже ярче так сказать солнца лошадь тоже сильно заботит публичная ее слава и ей не нравится что петух пытается ее затмить нахваливает себя в три руке а ее как бы пытается умолить ее достоинство они страдают подозрительностью иными словами у них начинают недостатки которые присутствуют у всех затмевать достоинства на которых могло бы зиждеться их общая любовная гнездышко оба придирчивы оба обидчивы оба зациклены на то что о нас люди говорят особенно этим страдает петух поэтому если лошадь начинает с кондачка что-то там обсуждать да еще в резких выражениях которые себе позволяют петух чувствует себя оскорбленным и вместо того чтобы посыпать голову пеплом и отойти вступает в ответную атаку и свалка началась каждый желает быть первым каждый считает что его слово должно быть последнее они не живут друг другом а соревнуются они не партнеры они конкуренты и эта модель к сожалению двух хороших людей делает совершенно нестерпимыми в общих отношениях они настолько похожи в этом плане друг на друга что это же их лишает а не сближает тех прекрасных взаимоотношений которые могли бы возникнуть и получается что сделав из достоин недостатки и пронося каждый гордо их в полном объеме не уступая друг другу они просто очень быстро понимают что они напрасно соединились под одной крышей бьют горшки на этом весь союз торжественно заканчивается каждый в этом союзе на людях будет хвалить именно себя и раздражаться если их партнер начинает якать а вот я вот это так что они скорее всего скоро будут действовать друг другу на нервы раздражаться и на этом все дело закончится не буду дальше продлевать эту стагнацию если у вас есть комментарии более счастливые чем мое предсказание милости прошу напишите обязательно следующий союз который мне следует рассмотреть это лошадь и собака на первый взгляд совершенно разные люди но удивительным образом друг от друга они получают как раз то чего у них у самих нету по определению иными словами предположенности однозначны но те счастливые предположенности которые не только притягиваются но еще обещают вполне приличный союз лошадь предприимчивая конечно же слегка эгоистично вот но тем не менее могу сказать что живет она с энтузиазмом и вот эти черты которых собственно говоря быть может не хватает людям рожденным в год собаке это очень и очень импонирует в свою очередь лошади нравится невероятная щедрость и умение собаки думать не только о себе но и о других это то качество которое обычно лошади затмевает ее персональный эгоизм и в союзе с собакой она становится тоже и мягче и щедрее и заточенная на интересы других людей не меньше хотя бы чем на свои собственные они начинают свои взаимоотношения как будто бы издалека сначала как будто бы присматриваются друг к другу потом как будто бы даже дружат и только подружив и познав друг друга в полном объеме они понимают что их дружба вполне может перерасти в что-то более конкретное и более осязаемое которое называется любовью преданности ощущением защищенности обоюдным чувством ответственности и борьбой за сохранение собственного очага которое присуще и лошади и собаки они не критикуют друг друга друг другом не командуют правда если лошадь не совершит эту роковую ошибку если лошадь по путям неисповедимым начнет распоясываться требует бескомпромиссного и безотчетного подчинения собственным интересом будет вести себя как слон посудной лавки то что могло быть прекрасным союзом может неожиданно треснуть как тонкая яичная скорлупа и оттуда выпадет яйцо и смешается с грязью не съел ни радости не получил ни омлета ни яичницы так все поперепортил поэтому напоминаю вам дорогие лошади если этот союз не сложился я практически со стопроцентной уверенностью могу сказать что это ваш косяк этот союз не пережимает никого у каждого есть не только совместная жизнь но и то что называется утешением свободы собака встречается со своими друзьями лошадь не ущемлена в этом плане в свободе каждый имеет свой круг знакомых иногда эти круги пересекаются на общих праздниках и прочее могут существовать параллельно и никого это не раздражает если есть честность преданность и ответственность все понимают что это нормально так должно быть а почему нет пока все честные преданные и не совершают подлости по отношению друг к другу их союз совершенно безупречен но если вдруг кто-то себе позволил и это позволение стало достоянием общественности и супругов был уличен в неверности союз распадается однозначно причем эти двое со всем страстью любящие друг друга вдруг неожиданно становятся такими же страстными врагами ну а что вы хотели отступление от брачных ус всегда игра достаточно грязная и цена за нее достаточно высокая ну и последняя пара это лошадь кабан лошади кабан могут создать вполне приличную пару и в принципе если вдруг по каким-то причинам кабан не рассмотрел эгоистичности лошади ее перепады в настроении и прочее то можем списать это на то что кабан в лошадь влюбляется безответно и пока его чувства пышны во всех отношениях лошадь живет с кабаном как за каменной стеной однако в чем парадокс нашей лошади кабан ей несколько не подходит по скоростному развитию и если она забыла то правило что от добра добра не ищут и начала ранить кабана своими словами угрозами всевозможными нелицеприятными комплиментами в кавычках то раненый кабан это уже не тот влюбленный кабан на которого рассчитывала лошадь это тот влюбленный ей все прощал носился с ее достоинствами если он уже измучен и изранен кабан действует достаточно жестко и лошадь будет очень сильно удивлена а где же тот мягкотелый весь такой значит податливый коврик на котором мы уже так привыкли разминаться что хотим говорим что хотим делаем и нам все сходило с рук это откуда такое вдруг вепрь выскочил с кровавыми глазами и собирается нас прикончить а вы дорогие мои друзья давно расслабились и думали что так оно и будет на самом деле какой поп такой приход если вы хороши и хорошо себя ведете и хорошо относитесь к партнеру и он к вам будет относиться сколь угодно долго пока вам не придет в голову блажь проверить его на прочность говорить что попало делать что попало настроение свои постоянно демонстрировать то хорошее то плохое вот если кабан от вас устанет мало вам точно не покажется пока вас терпят дорогие мои друзья со всем терпением нежностью заботливостью и философским отношением к вашим проделкам вот это ваш как говорится светлый час самое главное не заиграться и не потерять ту грань за которой ваш сарказм который вы себе позволяет начинает уже попахивать хамством не будите в вашем кабане дикое животное которое вы вряд ли сумеете остановить вы ведь начинали с того что оба были влюблены и оба заботились о том чтобы ваш партнер остался при вас и вы лошадь тоже любовались кабаном и проделали немало телодвижений для того чтобы его удержать возле себя вы боролись за него как за ценный трофей откуда же такое пренапряжение потом в союзе или вы считаете что паспортные данные и штемпель которые вам поставили в паспорте это уже броня после этого можно делать все что хочется я не знаю почему ваши отношения начали портиться вы слишком стали часто кабану напоминать о том что вы свободолюбивое животное нуждающийся в одиноких прогулках у вас там девичники у вас там еще какие-то мероприятия на которые вы кабана не берете а ведь помните пожалуйста что кабан домосед изрядный собственник это его качество которым он гордится и не считает их никакими слишком уж утомительными вам же они кажутся совершенно тиранскими и вы начинаете бороться за права негров на плантации а чем все закончится закончится тем что вы останетесь без прекрасного партнера и без чудесного союза который для вашего как вы понимаете тотемного животного которым мы называем лошадь тут надо бороться за каждого с кем прекрасный союз вы достаточно неуживчивый партнер слишком носящийся со своими бирюльками мало обращающим внимания на пожелания тех кто находится рядом с вами вы считаете что мир этот создан для того чтобы ублажать вас прежде всего в первую очередь но это неправильно иначе вы всю жизнь будете проживать в одиночестве вам кого не дай вы со своими свободами и прочими глупостями умудряетесь испортить очень многие союзы вы всегда находитесь на грани одиночества поэтому этот союз я считаю прекрасным а вашу блажь очередной блажью если кабан не может переносить ваших отлучек ваших девичников вы сможете себя от них избавить или ходите вместе с ним иначе помните пожалуйста что одиночество станет вашим делом и помните что кабан собственник и в ревности если закрадутся подозрения ваши отношения будут испорчены и подмочены гораздо серьезнее чем вы думаете потому что рассерженный и обиженный кабан вполне может и вам подставить подножку понравится ли вам узнать что он с кем-то завел шаш не только доказать чтобы вам лично персонально что у него тоже есть свобода впрочем это уже не брачные отношения а последние отголоски таковых развод там уже маячить на горизонте так что от добра добра не ищут мне бы очень хотелось чтобы вы проанализировали все возможные моменты и не дали дракону вмешаться в ваши планы и сохранили то что для вас дорого как всегда с вами была Елена всего вам наилучше тандарт 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 ма ма